МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15 градусов, днем 27-32. В горах ночью местами от 3 до 8 тепла, ночь в горах 17-22 градуса. В северных районах чрезвычайная пожароопасность, местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесской переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, ночью 13-15 градусов, днем 32. Сегодняшний гость нашей программы – артист-вокалист Максим Колесников. У него есть поклонники и в Пятигорске, и даже в Хабаровске и Иркутске. Служит он в музыкальном театре. С ним встретилась Альбина Ламкова. Максим, сколько лет служишь в театру, и как давно появилась у тебя любовь к театру? Была ли это мечта детства? Все совершенно случайно. Я вообще мечтал быть другим и занимался другим. Учился в университете техническом. Случайно попал в театр, когда у меня появились там друзья. Они учились и все время пытались меня затащить, но я к этому весьма со скептизом относился. Ну, в общем, они меня затащили и ушли. Я не ушел после этого. Я остался на спектакле. Мы шли на день рождения, но я не нашел в себе силы уйти. Остался досматривать спектакль. И потом все это была любовь с первого взгляда. И вот, наверное, загадывать нельзя, но мне кажется, что на всю жизнь. По крайней мере, 20 лет этот роман длится. Я в театр пришел, я вообще ничего не умел. Вот от слова совсем. Но я был так в него влюблен. Я пришел к ним, попросился, говорю, возьмите меня, возьмите. Они говорят, а кем? Я говорю, я не знаю. Они говорят, петь умеешь? Я говорю, нет. Танцевать умеешь? Я говорю, нет. Они говорят, а что ты будешь делать? Я говорю, мебель носить. Максим, расскажи о сложности профессии актера, вокалиста, певца. Когда смотрят на работу актера на сцене, казалось бы, что там сложного вышел, что-то там рассказал, ножкой подрыгал, что-то там спел. Казалось бы, что это работа. Что такое талант? Это работа, это упорная работа. Какую роль ты считаешь удачной? Сказать, что удача в принципе в этой ситуации, если обсуждать роли, это вот в Иркутском как раз театре, это огромная актерская удача, чего никогда не мог предположить, что когда-то буду играть роль Василия Кузякина в спектакле «Любовь и голуби». Это всенародно любимый фильм, но фильм был снят уже после спектакля, который в Омске был поставлен. В Омске потом «Современник» его очень долго играл. И что особо примечательно, что автор пьесы Гуркин, он иркутянин. Ну, условно говоря, иркутянин. Это Черемхова, это под иркутском, и это такой местный Шекспир для иркутска. Хотя там нельзя сказать, кто из них местный Шекспир. Там и Гуркин, и Иван Пилов, и Распутин. Мне хочется, чтобы роли были интересны. Актеру необходимо расти от роли к роли. Поэтому важно, чтобы был выбор материала таков, чтобы неинтересно повторяться. Интересно что-то искать уже новое. И зависит это еще и от режиссера. Я знаю, что после окончания школы ты отучился на повара, а затем поступил в вуз и закончил его, став инженером-технологом. Сейчас ты служишь театру и стал успешным актером. Но я знаю одну твою мечту. Ты мечтаешь сесть за штурвал самолета. Расскажи о ней, пожалуйста. Это не спетая моя песня. Вот так как-то в жизни вышло. Я даже не могу сказать, когда это произошло. Достаточно я в позднем возрасте впервые полетел на самолете. Боялся до ужаса этой махины огромной. Но влюбился безбожно. Самолеты в небо по сей день это мое хобби. И был такой год, когда Аэрофлот запустил программу, когда он бесплатно принимал на обучение мужчин до 35 лет переучиваться и получать высшее образование, дабы потом работать пилотом в Аэрофлоте. И вот я собрался уже туда идти. Ну, во-первых, отбор, конечно. У них колоссальный отбор. По здоровью пилоты, они небожители, правда. Они не от мира сего тоже. Ну и театра тут как бы не отпустило. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Поступай в Пятигорский государственный университет. Единственный из вузов СКФО в рейтинге 100 лучших университетов для будущей элиты по версии журнала Forbes. До 26 августа в ПГУ продолжается прием документов онлайн на вакантные места среднего профессионального образования бакалавриата специалитета магистратуры. Поступай правильно. Поступай в ПГУ.